На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином. Ночное такси Ночное такси Я думаю, так оно и получится В следующий раз, наверное, тоже месяца через три Потому что у нас будет Весьма интересная осень Это подготовка к нашему Большому такому юбилейному году Студия Ночное такси в следующем году Страшно сказать, исполняется в октябре 30 лет 25, вроде мы тоже говорили с тобой Совсем было недавно, а уже 5 лет прошло Была такая маркировка 25 лет в студии Ночное такси И мы выпустили эти альбомы Соответственно, в течение 2010 года Сейчас будет маркировка Нового знака Плюс к этому У нас 20 лет фестивалем Аркадия Северного исполняется В апреле следующего года И Нашему фильмовому производству То есть серии Шансон Клуб Видео Которые маркируются Все наши полноформатные картины В июне 2015 года Исполняется уже, страшно сказать, 10 лет Вот три такие даты Но на самом деле Еще одна важная дата И ты обязательно в этом мероприятии Будешь участвовать Она на самом деле состоится В декабре этого года Но в силу занятости музыкантов Она, конечно, будет и сниматься на видео И отмечаться большим концертом Только в январе 2015 года Я имею в виду 40-летие наших родных Братьев-жемчужных Когда я беседовал с теперешним Руководителем коллектива Леши Дулькиев Сказал, Леша, это такой большой праздник Какое счастье, что тебе всего 60 И Витя столько же И вы в силе, и вы играете И вы на сцене Какое счастье, что вот Это вот наше время совпало Что оно продолжается Он говорит Саша, ты должен понимать Что 20 лет мы это делаем уже с тобой вместе И тут я тоже подумал Что я не заметил времени Потому что из 40 лет жемчужных 20 лет жемчужных в этой студии Итак, рубрика наша традиционная Дорогие друзья Которая носит название Близкое ретро И сегодня в рубрике Близкое ретро Мы рассказываем о Михаиле Шуфутинском Близкое ретро В программе Александра Фрумина Ночное такси Я очень много лет знаком с Михаилом Захаровичем Я горжусь этим знакомством И феноменальной памятью этого человека Совершенно не болеющий Звездной болезнью артист Я могу сейчас набрать его телефон И он узнает, что это Фрумин И никогда не будет такого Что вы мне звоните Или как, или кто Он все помнит Начиная с нашего первого телефонного разговора Из квартиры моих родителей В 1989 году В 1990 году я подружился с ним Уже не по телефону Он приехал сюда По приглашению госконцерта Следом за Вилли Токаревым Который работал в 1989 году По всей России И с позволения Миши Я записывал И эта запись сохранилась Надо будет ее когда-нибудь издать Кстати Его огромный концерт В спортивно-концертном комплексе Имени Ленина В Санкт-Петербурге В Ленинграде и так дальше И это, конечно, было очень здорово Потому что для меня Было большим счастьем прикоснуться к его таланту Я помню, как он был рад тому Что эти, как он говорил, очень простые Он же высокий музыкант Он, джазмин Песни оказались настолько близки людям Что он получил здесь многомиллионную аудиторию Сначала кассетную А потом уже и очную И эта аудитория с годами не стала меньше Я сегодня буду показывать в нашей программе После того, что мы скажем О Михаилу Захаровичу Его видео Которые он привез нам Мы снимали его очень много В «Формуле шансона» Зрители наши могут на канале убедиться Четыре передачи с ним Но на самом деле Мы сейчас покажем лирику Мы покажем композицию Которая посвящена Прекрасной половине человечества Из альбома «О женщины» Твои слова Относительно Михаила Шутинского И лирической части Его творческого потенциала Я хочу сказать немножко о другом Недавно Любовь Успенская Меня на это навела Она рассказала До Миши Она его Миша называет Мы жили, работали, играли в ресторанах Все было хорошо Но приехал профессионал И собственно с Шуфутинского Не считая Токарева Начинается издание эмиграции Успенская Розова Гулько Сам Шуфутинский Профессиональный аранжировщик Он это подчеркнул Наверное, никто об этом не думает Что действительно аранжировщик Очень высокого класса Вы сами говорили Что вы иногда свои записи Не равняете Но по саунду проверяете Потому что это Это человек невероятного таланта И профессионализма То есть да Четыре октавы у него нет Но при этом он сумел построить У него очень скромный голос Но он делает песню И как он говорил у меня в студии В свое время Когда мы записывали с ним интервью На первый год программы Начинается акси в FM эфире В 1995 году Он выделил время Приехал на гастроли в Питере И уделил мне Несколько часов своего времени Только для того Чтобы записать интервью И он мне сказал Саша Запомни как продюсер А он всегда Очень уважительно Относился к тому Что делаем мы Хоть я значительно моложе его годами Что одно дело Написать песню Это очень трудно Но поверь мне Сделать ее песней Еще сложнее Слова Шуфутинского Сделать ее песней С точки зрения Мелодики Саунда Аранжемента Инструментов вокала То есть сделать композиции тем Что потом Безудержно будут любить Миллионы людей Поверь мне Говорит он Это очень сложная Закадровая работа Это Шуфутинский Сказал мне много лет назад В 1995 году Я по сей день Помню его слова И я считаю Я считаю что он Абсолютно прав Потому что он Нисколько А там администратор Как думаешь Такой продюсер Да администратор Нет Он именно продюсер Производитель И конечно же Ты правильно сказал Что огромное количество Людей из русской миграции Стали по-настоящему Популярны только через то Что он сделал И он не повторился Все альбомы Нигде Может быть Какие-то есть настроения Есть какие-то ходы Но глобально Если взять 32 года Побегу В этом году Взять Сожженные мосты Гулько И любой еще другой альбом Они все разные Я согласен Я согласен И поэтому Тем интереснее Каждый раз Слушать И сравнивать Его Свежие записи Сделанные уже в России Где он практически Уже много лет живет И сравнивать то С чем он начинался Ну а сегодня Смотрим видео Из альбома Потому что есть И видеоверсия Этого альбома тоже Которая носит Название О женщины И альбом Этот был сделан Достаточно давно Эта запись Была выпущена Издана кстати В Москве Это был один из первых Альбомов Шуфутинского Который издался В Москве Вперед Чем в Лос-Анджелесе В оригинале Это было сделано В 1695 году За окнами мгла Нежданно пришла К нам осень И старый рояль Нас в синюю даль Уносит Где с горной тропы Мы в омут судьбы Бросались Где женщины Нас Теплом ясных глаз Спасали Спасибо вам За все Когда За те годы Что рядом с нами были За то, что мы Нам верностью Платили О, женщины Которых Мы любили Характер Мужчин Без всяких причин Изменчив Но утро темней И радость Бледней Без женщин Возьмите Возьмите ключи И в двери души Войдите И ваших мужчин За все их грехи Простите Спасибо вам Спасибо вам За все Года За те Года Что рядом С нами Были За то, что вы Нам верностью Платили О, женщины Которых Мы любили За то, что вы Нам верностью Платили О, женщины Которых Мы любили О, женщины Которых Мы любили В ночном такси Рубрика Лицом к лицу В рубрике Лицом к лицу Сегодня с удовольствием Показываем вам Фрагмент интервью Анатолия Полотно Вот я специально Для этой программы Выбрал Не то интервью Которое мы Знаем Несколько больше В силу того, что Это было в 2008 году И это был Такой очень Знаковый Фильм-концерт Потому что он Готовился К 70-летию Со дня рождения Аркадия Северного И Эту программу Очень долго готовили Мы записывали ее На нашей прекрасной площадке В шоу-холле Атмосфера в Санкт-Петербурге И программа Полностью За исключением Одной композиции На интро Идущей Состояла из песен Аркадия Северного Которые тщательно Подбирались В нашей студии Я хочу сегодня Показать фрагмент И естественно Интервью Также Другой работы Анатолия Полотно С участием Федора Карманова Которая была записана Несколько раньше Она была записана В 2007 году В прекрасном Питерском концертном зале Гигант-хол Причем программа Собрала десятки тысяч Просмотров у нас На YouTube Я тогда готовил Эту программу С одним обязательным Условием Я говорил Толя А я дружу с ним Огромное количество лет Ты должен обязательно Выбрать Такие песни Которые точно Возьмут за душу Нашу публику Он говорит У меня все такие Я говорю Толь Ты тщательно подумай Потому что Твое видео С материалом Лучшего Оно очень давно Не выходило Был один из концертов Которые снимали Даже в ГЦКЗ Россия Но это было Немножко не то Это было больше Как бы официоз А самые лучшие Самые искренние Самые стреляющие Композиции Так сложилось Что никто не записал На профессиональное Виде до 2007 года Поэтому сказал я ему Сделай доброе дело Тщательно подготовь Эту программу И сделай так Чтобы люди Тем более мы снимали С публикой Тогда были В огромном восторге И не уставали От этих песен Как можно дольше Ну и в зале естественно И когда все это будет Монтебно И вот он Согласовал со мной Треклист Буквально за неделю До выхода на сцену До приезда в Питер И я сказал Толя Мы с тобой совпали Вот совпали и все У нас кстати с ним Это получилось и второй раз Когда мы делали программу По Аркадию Северному То есть год спустя После этого В 2008 году Мы тоже практически совпали За редким исключением Какие вещи надо Аранжировать и петь Но здесь Это был все-таки Репертуар не Северного А репертуар полотно Который я хорошо знаю Но мы совпали тоже И знаменитый Ленька Пантелеев И несколько совершенно Новых вещей московских Уже написано в Москве А не в родной его Перми Создали колоссальный Совершенный эффект присутствия Публики Который и Эффект присутствия в зале В Гигант Холе И эффект, естественно Присутствия как будто бы На концерте У дисплеев Наших телевизионных устройств Вот скажи мне Своё слово О Толе Полотно И о Феде Карманове На мой взгляд Очень талантливом И самобытном дуэте В котором, конечно Лидером в большей степени Является Полотно Потому что он же Генерирует контент Он же сочиняет Но прекрасный и вокалист И гениальный скрипач Федя Карманов Является, на мой взгляд Всё равно полноправным Неведомым Участником этого дуэта Твоё мнение Об этих музыкантах Ну, во-первых Конечно, они разные У Полотно Вокал чуть меньше Но интереснее По тембру У Федя Он побольше, конечно С другой стороны Вот у меня всегда У них Я когда общался На одном из фестивалей Северного Этих людей Не разделили деньги К счастью К счастью Они много лет Работают вместе Они всегда вместе Если посмотреть их фильмы На рыбалке В жизни На сцене И они всегда Уже третий альбом Вышел дуэтный Нормальные люди С хорошими песнями У Полотно Очень своеобразная Ритмика стиха В строении Да Он Видно, что С удовольствием Пишет для Карманова Песни То есть У авторов Всегда проблема Написать И жалко отдать Тем более Сам поешь Да А тут Что-то можно Себе оставить Опять же Карманов Когда выпускал Свой скрипичный альбом Он перепел Старые песни Совершенно по-другому Красиво Ведь По большому счету На сегодня Вот я размышлял В жанре Ну три скрипача Они не камерные Они не академические Но это Фельдман Это Дулькевич И это Карманов По-честному Так же как Гитаристов Тоже по палецам Пересчитать Для шансона Да Но телевизор Владает великим Таким эстрадным Искусством Причем на самом деле Достаточно Достаточно универсальным Это конечно Не скрипачи Классики Естественно Я подчеркнул Это не академические Не академические И не эстрадные И не эстрадные Это вот именно Нечто Что-то такое Со вкусом шансон То есть На самом деле По большому счету Говоря профессиональным языком Это синтетическая музыка Которая есть Что-то и от классики Что-то есть И от эстрады Обычные Традиционные Что-то есть И от дворовой музыки И от цыганской Но я абсолютно согласен С тобой Что это уникальное Совершенно искусство Оно Совершенно нестандартно И вот Федя Карманов Один из тех Кто этим искусством По-настоящему обладает А нам сказали А нам сказали А нам сказали Что они грабители Паразиты Но член народом Авторы Теории Возмутительны А наш лозунг Равенство Свобода Дядя Засим Бриллианты Захвал От неопытной Рабочей власти Доллары Оставил Сплоховал От них Отлить Только несчастье Эй Тук-тук-тук Господа и дамы Тук-тук-тук Отвали смелее Тук-тук-тук Не желая драмы Тук-тук-тук Легко поделее Жанр Он живет и сам по себе Но Сегодня Такое повышенное Хамское что ли отношение Или Неприкрытое хамство Как хочешь То есть Люди песни слушают А Редко когда можно увидеть Скажем Артистов в этом жанре Поэтому тебе спасибо Что касается программы Мы назвали ее Поцелуй меня удача По Заглавной песне собственно Которую вы Сегодня и услышите На концерте Песня На самом деле Такая простая А почему-то Понравилась людям И Особенно Видимо название понравилось Я уже не говорю за музыку И за содержание Вот Поэтому мы так назвали ее Скромненько Поцелуй меня удача В этой программе Прозвучат песни И в моем исполнении Авторском И Федя будет сольно петь И дуэтом мы будем петь То есть Мы уже по жизни с ним Больше 30 лет Страшно даже сказать Вот И 15 лет поем И уже пришло видимо Время делать какие-то такие вот Миксовые концерты С одной стороны С другой стороны Мы планируем Весной выпустить Совместный диск Который видимо Так же и будет называться Поцелуй меня удача И в этот диск Войдут И песни Которые сегодня На концерте прозвучат И безусловно Новая песня Которая вот Я сейчас заканчиваю альбом Но Ну практически уже закончил И сейчас вторжировки И прочее Так что Лучше конечно смотреть Чем Рассказывать Мне Я хочу тебе задать вопрос Относительно нового Фединого альбома Альбома Под забавным названием Гоп Стоп Сава Альбома который Я считаю является Самым удачным На сегодняшний день Альбомом Феди Карманова Который ты создал Как автор стихов и музыки Как продюсер На мой взгляд Это великолепнейшая работа Спасибо И это оценила Аудитория радио Шансон Я хочу поспрашивать Немножко об этой программе Тебя в первую очередь Как продюсера И как автора А когда придет сейчас Федор Его естественно Как вокалиста На мой взгляд Великолепный И присущий только тебе Сплав Что называется Социально-политического мышления Сегодняшнего дня Причем очень честного Очень непредвзятого Некоррупционного И ни с одной стороны Нерассчитанного на то Чтобы это понравилось Кому-то из власть придержащих С другой стороны Это очень хороший И тонкий юмор И относительно Американизмы Относительно Отношений нашей страны С незалеженной Украиной И при этом Конечно Великолепная мелодика И очень честные песни Вот Скажи мне Как вообще Шла работа Над этой программой Самой Самой новой программой Анатолия Полотно И Федора Карманову Я по-другому не могу сказать Что это альбом Феди Карманову Даже был удивлен Когда на диске Которую издала Киевская компания Артур Мюзик Было написано Что это Федор Карманов Я бы все-таки написал Два имени И не только потому Что Гоп Стоп Сало Это дуэт Вот как родились Эти песни И как давно В прошлом году Я сделал этот альбом У нас с тобой Такой интересный Диалог получается Саша Я бы хотел Поблагодарить тебя За то Что ты меня поблагодарил На самом деле Это даже Не шутка А услышать Стоящую Как бы Стоящую оценку И похвалу От человека Который сам Достоин похвалы Это большого стоит Дорогого Спасибо На самом деле Что касается Альбома Мне вообще Не представляет Никакой сложности Писать Особенно для Федьки То есть Я настолько знаю Его другим То есть Он очень скромный человек Молчаливый Ты сейчас это увидишь Это помни По нашему радиоинтервью Да Сейчас он Более-менее стал Разговорчивым Дело в том Что он Ну может быть Это мои еще Как бы Юношеские Воспоминания То есть Он чрезвычайно Веселый человек И я пишу песни Конкретно Для него С расчетом Как он их исполнит Понимаешь Поэтому все альбомы Собственно говоря Это пятый альбом На самом деле Все альбомы У него так и не начали Только первым Был не со своими стихами Да-да-да Ну там половину было Да-да-да А дальше все уже будут Твои авторские вещи Специально для него Вот Я думаю Я думаю Что в этом причина Наверное Вот такого Легкого Что ли Веселого А что же касается Социальности Так сказать То мне думается Наш жанр Тем интересен И тем Как бы Его отличить не особенность Да Он тем интересен И поэтому он такой живучий Я хочу сказать Что это особенность Присущая шансону И во Франции Откуда я совсем Недавно приехал Кстати Поэтому он живет В народе Невзирая на то Что снимают Там Про нас Передачи не снимают Там Или показывают Или не показывают Если этот жанр Эти песни Не будут современными Не будут О сегодняшней жизни Не будут ее То они не будут В жанре Царапать где-то Не будут Трогать сердце То они Не актуальны Понимаешь Всем стоять Спокойненько Пузатики Не евши чеснока Чего боятся А нас устроят Золотые Батеньки Ну вовсе Не намерены Кусаться А ваша лодка С дыркой Хоть и на плаву Да вы же Все деньгами Провоняли А если вдруг Сюда придет Угенки Вам же лучше Скажете Отняли Господа и дамы Ту-ту-ту Отвались милее Ту-ту-ту Не желая драмы Ту-ту-ту Лянь Я пантеле Альбомный блок В программе Александра Фрумина Ночное такси В альбомном блоке Сегодня показываю вам Фрагмент выступления Нашего замечательного друга Из Москвы Оси Солнцевского Говорю Таким Патетическим тоном На самом деле Потому что На самом деле Я вот не знаю Он поймет Он хороший парень И он обязательно посмотрит Эту передачу И поймет Почему у нас Некоторые доли юмора Об этом говорим Дело все в том Что я хочу напомнить Я вот не знаю Помнишь ты это или нет Что впервые С этим парнем Из Москвы Познакомил Нашу студию Ты Да Потому что на самом деле Я когда-то спросил Оси Когда мы уже Довольно много лет работаем Я говорю Ты помнишь Как вообще твои Записи оказались здесь Как ты сначала в эфире А потом на съемках у нас В Париже, Петербурге Он говорит Я не помню Я не помню Но как-то оказалось И очевидно Это было с легкой руки Я говорю Точно Не с тяжелой Руки Кого-то А именно с легкой руки Потому что первый человек Который вообще нам сказал Что ты есть И даже передал мне Твой первый еще нарезной Саморезанный компактиск Это был Михаил Дюков Вот Ну я думаю Что теперь Посмотрев эту передачу Конечно Он все точно вспомнит Что это был Михаил Дюков Скажи мне Вот Как ты считаешь Оценка Которую я сейчас дам Этому парню Насколько совпадает с твоей Вот у меня такое впечатление Что Во-первых Он искренне очень добрый человек В его песнях На самом деле Бывает масса таких Хулиганистых героев Каких-то таких Асоциальных личностей У него низкий голос Очень смешной Такой Иногда Где-то зашкаливает С точки зрения аранжировки Именно зашкаливает По-другому не скажешь Какой-то такой Поп-блат Хотя на самом деле Есть и масса совершенно Других вещей И мне очень Планируют его Социальные песни Где он не боится Сказать правду О чудесных депутатах И прочих граждан Олигархического направления Вот И Все-таки Везде Если вот Это как бы В сторону Немножечко Отодвинуть Вот эта вот Часть восприятия Да Которое Рождает его поведение На сцене Он такой забавный Хулиган Бывает в тельняшке Выступает Вот Все-таки Мне кажется Что Искренний Добрый И стремящийся Что-то По-своему Светлое Сказать людям Человек Хотя это Светлое Иногда достигается На антитезе На контрапункте Вот У тебя Как у человека Который услышал Его записи Тогда Много лет назад Раньше у меня Какое в принципе Отношение К нему сейчас Выросли С тех пор Как ты Познакомился с ним Сам и познакомил нас Этот автор-исполнитель Потому что в принципе Он же делает авторские вещи Может быть стихи Он не везде сам пишет Но в всяком случае Музыка его И весь этот имидж Весь этот концепт Так сказать Его все-таки Потому что здесь В любом случае Это его авторский труд У него нет Никакого продюсера Никакого промоутера Вот Насколько На твой взгляд Оси Солнцевский Отличается От того Оси С которым ты познакомился Добрых Семь лет назад Тогда он начинал Как вот В образе Вот этого Пацана из Солнцева Ну собственно Солнцевский Откуда и Ну там живет Да живет По правде жизни На самом деле Ведь Если он начал С блатных таких вещей У него есть альбом Лирический посвящение Артистам Очень красивый Хороший Качественный По текстам Даже то что он спел На Восемнадцатом Фестивале Северного Это конечно Очень загранные вещи Но с другой стороны Он артист Вот такой Он за это время Изменил Аранжировки Он получился вокалом Да На самом деле Есть образ Вовы Мухи Лесоповали А здесь Малолетки А здесь А здесь человек Потихоньку собрал Действительно Вот такой Бывший спортсмен Который Не отсидел Но стал депутатом Или Кем-то еще Бизнесменом То есть на самом деле Это настолько Показательно Для конца Девяностых Начала двухтысячных То есть это типичный персонаж И Оси его схватил На самом деле Девяностых много Кто пел в этом жанре Вот в этих вот Стилистиках Но Это кончилось А Оси это продолжил И это получается До сих пор И хорошо и весело Согласен с тобой Прекрасная оценка Ну что ж Друзья Слушаем конечно же Очередную запись Оси Солнцевского Которая была сделана У нас В Санкт-Петербурге Для одного из фильмов Студии Ночной такси Я Солнцевский Так назовет молва Пусть называет Если ей охота Мы просто Уголовная Братва Суровая Бандитская Работа Нас грузят Словно Боинга До краев Хавиры Башни Псипуры С Кристалин Крутые тачки Шмары И ружьё Чтоб веселее В бумере Летали Идём За строй В строй За рядом Ряд Наводит Жуткий страх Странная Стая Ну как известно Пацаны Горят И очень часто Наши Погибают Нас гонят На таран И на пролом А если Уцелел Но это Редко У нас Всегда Один Аэродром Барак Четыре Вышки И запретка Кругом Народ Озлоблен И не брит Взглянуть Не так И разговор Короткий А ведь Алмысый Молча Чиферит Вернее Вторичком Полощет Глотку Идём Застроен Строй Зарядом Ряд Наводит Жуткий Страх Странная Стая Ну как известно Пацаны Горят И очень часто Наши Погибают Редактор субтитров Редактор субтитров Ясоцовский Такая Наша Масть Кого Сегодня Вычислят Радары Нам Всем Придётся Вспыхнуть И пропасть Ханэ-бабай Как Говорят Татары Команда Взлёт Братишка От винта День Прожили А значит Слава Богу Грузии Пока не лопнули Бортах Уже Пора Нам Дальний Путь Дорогу Идём Застроим Строй Зарядом Ряд Наводит Жуткий Страх Стальная Стая Ну как известно Пацаны Горят И очень Часто Наши Погибают Идём Застроим Строй Зарядом Ряд Наводит Жуткий страх Стальная Стая Ну как известно Пацаны Горят И очень Часто Наши Погибают Идём Застроим Строй Заряд Ряд Наводит Жуткий Страх Стальная Стая Ну как Известно Пацаны Горят И очень Часто Наши Погибают Субтитры делал DimaTorzok Сейчас находится на ваших экранах Есть еще и радиопрограмма «Ночной таксист», которая, собственно, все и начиналась Которая идет на нашем портале shanson24.net Каждый четверг с 22 до 24 часов по московскому времени С февраля эта программа уже имеет и веб-камеру Кстати, веб-камера видео высокого разрешения на YouTube Поэтому вы можете участвовать в этой программе Естественно, и в онлайновой версии И она остается так же в записи, как и все наши фильмы Программа выходит и затем записывается по трансляции И затем дважды выходит в Германию на радио «Русский Берлин» 97,2 МГц FM В четверг через неделю после оригинального эфира в России С 21 до 23 часов И затем в понедельник с 22 до 24 часов Там время вещания всегда центральноевропейское Так что смотрите и слушайте «Ночной такси» Мы с Михаилом Дюковым прощаемся с вами до следующей недели На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенад и рапсодий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова